Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калины Красной и сегодня у нас новостной выпуск. Появились официальные изображения нового набора, лимитированной серии Лего, Звездные войны под артикулом 75313, который называется у нас AT-AT. Набор у нас содержит 6785 деталей и 9 минифигурок. Стоимость его 799 евро и в рублях это примерно 60 тысяч рублей. Выйдет у нас 26 ноября 2021 года. Набор нас встречает уже классической большой черной коробкой, на которой красуется наш шагоход. Выглядит он массивно и брутально. Что касается самого набора, по слухам, когда о нем только говорили, лично мне не верилось в это, что его сделают, учитывая, что совсем недавно выпускали его маленького приемника из набора 75288, который, кстати, получился совсем удачным. Я думаю, это даже самое лучшее его воплощение в таком масштабе. И тут резко его анонсируют. Блин, ребят, вы только посмотрите на него, какая детализация, все четко проработано, соответствует своему масштабу. Ну тут просто мой поклон леговцам, респект им. Что касается функций набора, они просто шикарные. Во-первых, это тот масштаб, который позволяет сделать достаточно подробную детализацию, с которой леговцы справились замечательно. Давайте мы начнем с задней части. У нас тут все по канону. Есть два спидера, таких же, как и версии набора 75288. И это нереально круто. Сверху у нас находится что-то типа генератора. Дальше у нас посадочные места для штурмовиков. Все-таки у нас шагоход является чем-то вроде БМП. Радует количество мест. Можно будет добавить штурмовиков из грядущего батлпака. Также у нас имеется люк, который открывается, и туда можно поставить турболазер. Кстати, обратите внимание на задний фон. Отличная детализация в виде наклеек. Ну кайф просто. Кабина, она очень радует, что она такая большая. И здесь можно посадить двух водителей не вплотную и поставить в полный рост сзади генерала Вирса. И все так же детализировано. Мини фигурки. Генерал Вирс у нас по принтам не изменился никак с версии набора 75288. К него добавились ноги с черными элементами, типа сапог. Штурмовики. Водители у нас не изменились, а вот у снежных штурмовиков есть небольшие различия на торсе. Добавился синий элемент, видимо, говорящий о звании солдата. Люк Скайуокер. Снова претерпел у нас изменения. Это, кстати, одна из популярных его версий в костюме пилота. У нас изменился шлем по цветовой гамме. Снова пульт управления на груди стал перекошенным. И небольшие изменения в мелких деталях на торсе. В итоге могу сказать, что набор получился отличным, если не больше того. Можно сказать, культовая техника из культового момента саги и культового эпизода, который, кстати, признан самым лучшим. Цена, конечно, больно кусается, но он того точно стоит. Наравне с соколом тысячелетия. У кого будут деньги на него, я точно рекомендую. Ребят, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, пишите свое мнение по поводу нового набора AT-AT. И вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем обзоры новинок лего и его аналогов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok